Как должны относиться евреи к другим странам и народам? Возможно ли для еврея неуважение к стране или народу в целом, потому что там есть антисемитизм? Имеют ли право евреи высказать публично свое негативное отношение к какой-то нации, к народу? Что вы скажете? Глубокий вопрос. Во-первых, я приведу как основа Галаха. Человек сделал Геюр. Тора говорит, что его надо особо любить, потому что он преодолел связь со своим народом. Обычно это великий народ с великой культурой. И идет к Богу через народ немалочисленный, полный недостатков. И запрещено при присутствии Гера критиковать его народ. То есть он уже еврей. И отсюда мы понимаем абсолютное уважение к человеку, независимо от его рода, от его нации. И даже кидало поклонникам, Тора относилась как к людям в той мере, в какой они были людьми. Тора никогда не пыталась, когда царь Давид и царь Соломон расширяли границы Израиля по каким-то своим стратегическим соображениям, например, захватить источники воды в Сирии, чтобы у нас была своя вода. Начало Дана, Баниаса, Ярдена, оно в Сирии. Мы никогда не захватывающие народы не заставляли менять свою веру. Разрешено было не евреям жить в Эра-Цесраэль. Только было запрещено и дало поклонство. Знаете, как вирус куриный запрещали. Духовная эпидемстанция была. Таким образом, уважение человека, нельзя обманывать нееврея, нельзя не уважать его, было введено как закон благословлять царя нееврейского, потому что сердце царей в руках провидения. Еврей верующий знал, что он находится в изгнании, и поэтому нужно уважать государство. Есть понятие уважения законов, и есть своя галаха, как вести себя по отношению к неевреям. Поступаться своей самобытностью нет, а уважение обязательно. И вы правы. Когда еврей заносится, когда еврей ставит себя выше других, это вызывает дополнительное неприятие, и это запрещено.